Всем приветик, дорогие люди! Сегодня расскажу про свою учебу. У меня было несколько комментариев, даже я бы сказала много, как там ваша учеба продолжается. Вот, не бросили ли вы, например, и вообще как там что. В общем, наша учеба продолжается очень хорошо. Если вдруг кто-то не знает, где я учусь, то я учусь на курсе Practical Horticulture, но это вроде садовод. Но, в принципе, понятие Horticulture включает в себя все, что связано с растениями, то есть начиная от садовода до ботаника. Но, да, поскольку я учусь на практическом курсе, то, в общем, по большому счету это садовод. В общем, учеба идет отлично. Скоро уже конец у нас курса, буквально в этом месяце. И я там насняла несколько каких-то кадров, сюжетиков. Сейчас покажу, как там все идет. Продолжение про мою учебу. Смотрите, что я вам покажу. Это рядом с входом в наш колледж. Вот парковка. Вот это вход с таким уже садом спланированным и сделанным. Здесь ресепшн. Приемный покой. Приемный покой. Здесь раньше была парковка тоже, где я стою, на этом поле, на этом газоне. Сейчас тут ничего. Это здание фермы, в нем тоже сейчас ничего. Вот у колледжа есть такие планы. Они получили деньги на то, чтобы вот в этом пустующем здании открыть кафе и фармшоп, то есть магазин фермерских товаров. И вот это место надо облагородить. Наше задание – это расчертить здесь все под дорожки, под клумбы, учитывая ширину газонокосилок, инвалидных колясок. И потом спланировать здесь клумбы с растениями. Классно, да? Мне, во-первых, очень нравится, что практическая работа такая, которая не просто ты сажаешь, как бы, как пример, да, а потом это все куда-то там из горшков вываливается. Вот, что это как бы для жизни. Да, вообще здесь все облагораживание колледжа – это руками студентов, естественно. А второе, что мне нравится, что колледж развивается. Мне кажется, это очень классно, что здесь будет такое место, куда просто люди могут приехать. Ну, как я сказала, здесь можно купить растения, которые студенты пересаживают. Как в садовом центре, да? А можно будет еще приехать и в кафе, и в магазин. Но это, наверное, уже в следующем году. Не знаю. Я, наверное, это уже не увижу. Убираюций. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 и, в общем, про них всякую информацию, что это за растение, во время экзамена там есть такое задание. Из этого списка 110 вам ставят, ну, перед вами на столе ставят 10 вживую, там, палочек каких-то, листиков, вот, и вы должны по списку просто определить, что это за растение, латинское название, как оно называется. Вот, это такое задание. Это несложно, просто их нужно выучить. Значит, и три практических там задания. Эти задания, они делаются с условиями, буквально, как задачка в математике. Ну, то есть, предположим, в экзаменационном задании написано, значит, вам нужно выкопать два растения с такой-то клумбы, разделить их, ну, то есть, поделить на несколько растений, они уже разрослись, выбрать инструмент, каким вы будете делить, потому что некоторые растения буквально можно руками разделить, а какие-то нужно пилой пилить, там, да, ну, по-разному. Значит, после этого вам их нужно рассадить по горшкам, учитывая то, что это растение в горшке будет еще год. То есть, что вам нужно выбрать? Вам нужно выкопать аккуратно, выбрать инструменты, которыми вы будете делить, там, пила или какой-то там, не знаю, секатор или что там, в общем, или руками будете их делить, выбрать размер горшка и тип компоста, учитывая, что это растение будет в этом горшке еще год. Ну, и также смотрят при этом, как вы соблюдаете технику безопасности, то есть, те свои острые инструменты складываете в отдельный контейнер, там, в общем, насколько вы аккуратно все рассадили-посадили, вот, убрали за собой и вот такое вот. Это было одно из практических заданий. Таких заданий было три, кроме посадки растений, вот этой рассадки. Значит, мы еще сажали дерево с голой корневой системой и стригли живую изгородь. Вот, значит, все это тоже там описано в задании, что вам нужно конкретно сделать, какие у вас условия там, да, и как вы это выполните. Естественно, вы это тоже делаете на время. И приезжий экзаменатор вот смотрит за вами, как вы соблюдаете технику безопасности, насколько вы понимаете, что от вас хотят и как аккуратно, четко вы выполняете свое задание. Вот такой экзамен был зимой. Значит, предстоящий экзамен у нас тоже будет один практический, точно такой же, только задания какие-то другие, соответственно, летние. И второй день экзамена у нас будет, это компьютерный тест, то есть, как обычно, на компьютерном тесте вам задают вопросы, и там несколько вариантов ответа, и вы должны выбрать один правильный. И этих вопросов будет какое-то большое количество. Ну, не знаю точно сколько, ну, например, 50, там, 70 или что-то в этом роде. Кроме того, в общем, как у нас там на курсе дела? Ну, хочется сказать, что у нас на курсе дела очень хорошо у всех. То есть, там практически никто не отвалился, кроме пары человек, которые ушли буквально там с первых занятий. Ну, я думаю, у них просто изменились обстоятельства. Все остальные продолжили учиться. Я вижу, что все очень мотивированные, все очень стараются. Я даже иногда чувствую, что я стараюсь меньше всех, как бы, да. Все прям сидят и учат, и вообще очень воодушевленные, в смысле, садоводства люди. Все, кто хотел найти работу в области садоводства, нашли эту работу. Причем очень большую поддержку оказывали учителя. Многие нашли работу именно с помощью учителей, да. То есть, они предлагали варианты работы, ну, среди своих каких-то знакомств. Потому что понятно, поскольку они работают в этой отрасли, у них очень много всяких связей. Не знают, где можно что там, где как устроиться и, в общем, сколько нужно просить за час работы, когда ты работаешь с такой квалификацией и многое другое. В принципе, поддержка была просто вообще отличная от учителей. И, помимо всякого воодушевления и супер преподавания, вот, каждому всегда подходили и спрашивали, как у тебя дела, особенно к нам иноязычным людям. Есть ли у вас какие-то потребности, чем помочь и прочее. И, если вдруг узнавалось, что есть какие-то стипендии или гранты, то всегда наши учителя тоже присылали нам письма, что посмотрите, может быть, вы можете подать на этот грант или на эту стипендию. И, в принципе, в нашей группе вот два человека получили, да, один выиграл стипендию, он получает 500 фунтов. Это мужчина, который работал раньше хирургическим медбратом в больнице в нашей, в нашем городе. И в 50 лет он решил сменить карьеру, и от какого-то садоводческого сообщества ему выплачивают стипендию, потому что понятно, что в доходе он потерял, когда ушел из больницы и пошел учиться в колледж. Вот. И второй тоже у нас очень хороший случай, прям вообще очень воодушевляющая история. У меня на курсе тоже есть одноклассница, молодая женщина, прекрасная. Она мать-одиночка, и она работала как сиделка с пожилыми, ну, какое-то время, да. Это как бы такой очень тяжелый труд, и он оплачивается, ну, это минимальная заработная плата. Вот. Потом началась пандемия, в общем, у нее были, ну, много сложностей, эмоциональные сложности, ментальная, депрессия, она стала наркотики принимать. В общем, очень было тяжело. И потом, когда более-менее все открылось, учеба открылась, она пошла на курс садоводов. Это было вот не в этом году, а еще в предыдущем году. Там был такой коротенький курсик сделать. И потом продолжила учиться, и она подала на грант для того, чтобы открыть свой бизнес. И она выиграла грант, это две с половиной тысячи фунтов. В общем, с помощью этих денег она смогла, в общем, начать свой бизнес. Ну, естественно, что когда начинаешь, нужно купить инструменты. Возможно, машина должна быть соответствующей упакована, чтобы все лопаты возить. Вот, и да, она сейчас очень активно, успешно работает как садовник в своем городе. Она, ну, в соседнем городе от нас живет, Феликс Тоу. В общем, и очень довольна. Вот, это такое, мне кажется, это просто прекрасная, воодушевляющая история. Некоторые меня спрашивали тоже, устроилась ли я на работу с садовником или кем-то таким. Это правда, я планировала устроиться на работу, хотела весной найти какую-то работу, связанную со своим обучением. Вот, ну, в общем, у нас поменялись некоторые обстоятельства в нашей семье, и поэтому, поэтому нет, я пока не работаю в этой области. Но, в принципе, в будущем, да, хотелось бы продолжать учиться и вообще свою работу связать как-то с растениями. Вот, ну, может быть, в следующем году, посмотрим. Так, и еще сейчас покажу видеоотчет с парой экскурсий, которые у нас были в рамках нашей учебной программы в этом году. Так, многие спрашивают меня, как наша учеба. Все хорошо? Совсем немного до экзаменов. У нас сегодня экскурсия. Да, с группой. Угадайте, куда? Так, сегодня мы приехали на перерабатывающий комбинат, где перерабатывают садовые отходы и производят компост. То есть, вот эта вот земля или компост, который вы покупаете в супермаркетах или в садовых центрах, в мешках, производится вот в таких вот центрах. Вот это приехал грузовик, привез свежие отходы. Это с частных садов, да, или с каких-то муниципальных, там, парков, совсюду. Здесь стоит машина, которая измельчает эти отходы. Вот это вот гора измельченного мусора. И потом они проходят процесс компостирования. Это горячее компостирование. Нагревается до 60 градусов эта куча. И буквально из-за высокой температуры, за 6-8 недель уже получается готовый компост. Вот такие вот кучи уже готового компоста, которые потом упаковываются. Их можно купить, ну, или отсюда заказать, или потом, соответственно, в садовом центре. Вот это только что привезенный мусор. Хотела обратить внимание, смотрите, он дымится. Это говорит о том, как быстро нагреваются эти зеленые отходы. Ну, при определенном сочетании зеленого-коричневого мусора, как быстро поднимается температура. Смотрите, здесь идут два человека. И из компоста собирают, ну, как бы неподходящий мусор, который случайно выбросили. Или специально, который туда попал, он не подходит под компостирование. И, кстати, здесь вот эта машина, которая измельчает, в ней еще есть магнит, который примагничивает железо. Потому что очень многие случайно выбрасывают секаторы, совки всякие там в свой, ну, в садовый мусор. Здесь есть целая гора еще инструментов, которые вылавливаются вот из этого привезенного зеленого мусора. Так, вот уже готовая продукция. Можно купить тоже вот в таких больших мешках. Это, если я не ошибаюсь, тысячи литров. Это стоит, ну, там, плюс-минус зависит от того, где вы живете. Потому что цена с доставкой сразу порядка где-то, ну, там, 70 с чем-то, 80 с чем-то фунтов. И второе место – это тоже перерабатывающий комбинат, где перерабатывают зеленые отходы, ну, скошенную дрову, скажем, или какую-то другую зелень с полей, например, там, кукурузу, да. И тоже с помощью анаэробного процесса, да, с помощью анаэробных бактерий здесь производят из этих зеленых отходов газ. Ну, это, в общем, обычный газ, который как раз поступает потом в британские дома, которые используются в бытовых целях. Так, вот здесь показывают, что для того, чтобы произвести газ, нужно определенное сочетание зерна, перепревшей зелени и куриного помета. Все это загружается в такой резервуар, который называется перевариватель. Ну, и там строго следят за определенной температурой, там, соотношениями, то есть, все компьютеризировано. Все это там перебраживает и разделяется на три составляющих – газ, жидкая составляющая и сухой жмых. Вот мы находимся в месте, куда тракторами свозят траву. Ну, я так понимаю, это газоны, где косят, да, ее здесь утрамбовывают. Когда это все наполнится, то ее накроют черной пленкой, но какое-то время будет преть, а потом ее загрузят вот в вот эти вот полукруглые такие сферы. Это как раз и есть вот эти перевариватели. Вот как раз, видите, трактор загружает. Вот здесь идет постоянный процесс, то есть, здесь несколько отсеков. В одном месте трава перепревает, из другого отсека перепревшую траву, вот мы видим, этот трактор-бульдозер, загружает. Здесь высыпается жмых сухой, его потом обратно отвезут на поле, как удобрение закопают. Вот, и жидкость, которая выделяется, она тоже потом, из нее делают удобрение для фермеров. То есть, здесь постоянное безотходное производство газа из зеленых отходов. Было очень интересно, очень познавательно, очень дружелюбный персонал нам все рассказали, показали, ответили на все вопросы. Ну и, конечно, еще понравилась чистота, да, как бы все-таки место такое, работа не офисная, да, но везде все очень чистенько, аккуратненько, в общем, не стыдно, в общем, экскурсию пригласить. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, что было интересно, надеюсь, что ответила на все вопросы и удовлетворила любопытство про обучение на садовода в Англии. В общем, если будут какие-то интересные обновления в этой области, обязательно буду держать вас в курсе. Ну а на этом конец. Всем спасибо за просмотр. Ну и все. Всем хорошего дня и счастливо. Смотрите, какая красота. Я вам показывала в прошлом видео про мою учебу. Cedric Morris Garden, да? Сейчас убрали, кстати, здесь табличку. Ну тогда было, в общем, время года такое, что здесь все было лыso, а сейчас как раз все в самом цвету. Смотрите, как прекрасно все преобразилось. Вот тут и ирисы. Ну, как бы не такие там супер ирисы, но все равно просто красиво, потому что даже разноцветно, да? Вот, ну елочки, видно не очень что-то с ними. Вот, как прекрасно здесь растет, смотрите, называется это Creepentine, ну или такой тимьян, почвопокровный. Ну его только-только посадили, то есть он новый, грубо говоря, да? Ну потом он может распространиться везде. Это почвопокровное растение, его можно сажать между плитками, и когда на него наступаешь, то он пахнет. Так же, как лаванда, когда ее трогаешь, то сразу пахнет. Вот, здесь сейчас будут маки цвести. Такие большие садовые. Классно? Вот эта скульптура какой-то девушки, ее специально не чистят, она лежала в земле, какое-то время стала черная. Но ее специально не чистят, потому что всем показалось, что она так даже лучше. Вот, это корова, потому что у нас колледж такой с фермерским уклоном, и здесь есть и кони, и коровы, и прочие другие. Вот, ну красота же, правда? Здесь у нас выход как раз на тот самый газон, который мы весной расчерчивали под клумбу. Вот, вот эту клумбу уже посадили, но она пока выглядит не очень, как бы сказать, еще не установилось там ничего, не разрослось. Ну вот, ее активно поливают. Распылитель там стоит сейчас с водой. Там, в общем, какие-то растения, вот уже такие лавочки тут сделали. Видите, уже фермерский магазин. Вовсю тоже стройка идет. Ну, это сам колледж. Вот, так вот. И здесь. И здесь розы. В общем, все, лето началось, красота. Все цветет, все красиво. Аж жалко заканчивать колледж. В такой красоте. Вот, очень красиво. Пахнет тоже. Очень вкусно. Пахнет. Коминовник, фермер. Пахнет. КомSQL. вот. Ком Truman. Ком cleaner. Продолжение следует...